В этой программе мы будем разбираться в том, как сделать ваш автомобиль еще быстрее и при этом не потратить лишние деньги и время. Так что сейчас будет полезная информация о новых технологиях в чиповании именно турбированных бензиновых и дизельных автомобилей. Начнем с того, что новаторские технологии в области увеличения мощности с минимальными затратами, как правило, предлагают исключительно европейские, а чаще немецкие разработчики. В чем же принципиальное различие того, что было и того, что появилось? Мы обратились с этим вопросом к профессионалам. На сегодняшний день бывает самое распространенное два вида чип-тюнинга двигателя. То есть первое – это полная прошивка блока управления двигателя, то есть фактически штатная программа изымается из блока управления двигателя и заливается совершенно новая прошивка. И второй вид чип-тюнинга – это когда устанавливаются отдельно блоки увеличения мощности. Данные блоки монтируются полностью на штатные разъемы. Они производятся под конкретный автомобиль, где предустановлена программа под конкретную марку модель автомобиля. Опасность установки блоков увеличения мощности сведена фактически к нулю, так как при установке данных блоков двигателем управляет штатный блок управления двигателя и управляет штатная прошивка. Соответственно, это не наносит никакого ущерба работе двигателя и, соответственно, никак не влияет на моторесурс двигателя, но и самое важное для автолюбителей. При установке блоков увеличения мощности вы сохраняете гарантию на ваш автомобиль. При диагностике автомобиля данный блок фактически невозможно обнаружить. Ну и последнее. Многие официальные дилеры продают блоки увеличения мощности через свои дилерские центры и рекомендуют к установке. Еще один плюс установки данных блоков на ваш автомобиль. Данные блоки являются универсальными. Если вы его установили на дизельный автомобиль, то в последующем вы можете его демонтировать и установить на любой другой аналогичный дизельный автомобиль. Вам всего лишь необходимо приехать в специальный сервисный центр, перепрошить данный блок, поменять провода и, соответственно, достаточно быстро установить данное устройство. Теперь настал черед обзора новых технологий, которые помогут сделать машину еще быстрее при минимальных затратах. Если ранее можно было зачиповать только турбированные двигатели, в последующем, в процессе эволюции, можно было зачиповать только дизельные двигатели, то на сегодняшний день появилось совершенно уникальное и интересное решение. Это блоки увеличения мощности для простых атмосферных двигателей. Уникальность данного устройства заключается в том, что, во-первых, необходимо минимальное количество времени монтаж, и это 5-20 минут. Второе, не происходит никакого вмешательства в электронику автомобиля, так как данное устройство на сегодняшний день использует те функции, которые были заложены изначально производителем. В каждом современном автомобиле существует контроллер, который управляет двигателем и адаптирует его под конкретную езду водителя. Если, например, автовладелец часто выжимает педаль в пол, то, соответственно, двигатель и вся трансмиссия адаптируются под его стиль вождения. Так вот, данное устройство, оно использует как раз в полном объеме те технические особенности и те характеристики, которые были заложены при производстве автомобиля. То есть оно управляет штатными функциями автомобиля, конкретно контроллером, который управляет двигателем. Получается своеобразное интеллектуальное управление режимами работы двигателя и коробки, которые подбирает совместно с компьютером сам водитель. Согласитесь, это удобно и, кстати, относительно недорого. Ну а то, что такие устройства можно устанавливать в течение получаса, тоже немаловажно. В дальнейшем мы также будем проводить обзоры новых технологий и радовать вас, дорогие автомобилисты. Автоаудиоцентр. Реальный центр. Чип тюнинг двигателя. Внешний тюнинг. Пошив кожаных салонов. Автозвук. Шумоизоляция. Сигнализация. Мойка и полировка кузова. Реальные цены. Реальное качество. Автоаудиоцентр. Улица Братьевка. Ширина их 79. Телефон 247-48-62.